У летописи истории города над Сожем з'явится еще один важный родок. Архитектору Станиславу Шабуневскому посьмяродно могут присвоить звание гоноровых грамадянин Гомеля. Инициативу выказал старшиня Аблаканкаму Владимир Дворник у гуторцы с мэром Гомеля Пятром Керыченком. Наша здымочная бригада проехала по улицам города, ка погледзет створенную Шабуневским неправнанную архитектурную спадшину. Сюжет Марины Джалай. Идея, подтриманная керавництвом города и будет унесена на разгляд сессии Горсовета. Традиционное звание гоноровых грамадянин Гомеля присвоивается при жизни. Только несколько человек удостоились его посмаротно. Однако великий уклад Станислава Шабуневского в развитии города, трепеткое ставление гомельчан да спадшины архитектора, дает право на увековечение его памяти в списке гоноровых грамадян. Минавито Йон спроектовал многие будинки, которые затем стали визитной карткой города, мают статус историко-культурной каштовности и створают неполторное обличие города над Сожем. Станислав Шабуневский сам по себе является фигурой очень большой величины. Его наследие и сама его жизнь, она очень неплохо отражает историю нашей страны в целом, нашего города в частности. Когда мы прибываем в каждый новый город, мы туристы, мы хотим что-то увидеть новое, интересное. И восторгаемся Парижем, Лондоном, архитектурными особенностями Праги, Кракова. К сожалению, Гомель, в связи с тем, что были страшные войны, особенно последняя Великая Отечественная война, имеет не так много памятников архитектуры, которые являются достаточно древними. И значительная часть того, что мы имеем, является непосредственным наследием Шабуневского. Станислав Шабуневский народился у села Скородное на территории сегодняшнего Ельского района. Место рода уния дворанская походженья. Учился в Институте громадянских инженеров в Санкт-Петербурге. После закончения прибыл на працу в Гомель. С 1897 года займал посаду архитектора. Его первым проектом стал будинок Мушинской классической гимназии, побудованный в 1898 году. Сейчас это один из корпусов Белорусского университета транспорта на перекрыжевании Кирова и Комсомольской. Центральную магистраль областного центра, Советскую, и сегодня упрыгоживают два будинки былых банков – Орловского и Виленского. Протягивают служить людям больничные корпусы былой земской больницы и шпиталя на улице Комиссарова. Теперь это городская больница худкой допомоги. И многие иншие будинки, створенные по проектах Станислава Шабуневского. То, что Шабуневский внес огромную роль в формировании города Гомеля, это понятно. Человек, вошедший в историю нашего города, и оставив 6 лет, он и среди наших новых поколений, он идет. Мы создали даже специальное общество в памяти Шабуневского, и ребята там все это осваивают, и его наследие, и как оно повлияло на последующее развитие города. Нам есть даны специальные монографии, где его роль, конечно, отмечена. Студенты постоянно, ну, и курсовые, дипломные проекты, и по возможности, когда дело касается истории, он отмечает, его роль там отмечается. Вот два студента выполнили эти два прекрасных планшета, на которых показаны эти здания, которые в современной структуре города. Ну, и его роль, и роль его биография, все это отражено. Житие Великого Доли, до каких 40 годов працовал архитектором у Гомеля, завершилось трагично. Он стал охвярой репрессии и помер у него воли. Станиславу Шабуневскому было крыху больше за 70, а в собе он покинул вечную память, увособленную у роскошных сбудованиях. В первый раз Станислава Шабуневска харыштовывают в 1931 году, а не в забаве отпускают на волю. В другой раз за им пришли в 1937. Свою роль отыграли и лживые доносы, гушное дореволюционное минулое. А виноватшины у Трацкинским заговоры, Шабуневске осуджены на 10 годов и отправлены в лагерь Медвежья гора. А Тульон уже не вернулся. Рыбли Таваны, 20-го Кострышника, 1989 года. Дарившие звания гоноровых гражданин Гомеля удостоены больше за 30 человек. Первым из них стал граф Федор Паскевич. Указ о присвоении звания гоноровых гражданин города Гомеля подписал в 1888 году император Александр II. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Угомель».